Моя мама, когда я был маленьким мальчиком, сказала мне, что она хочет, чтобы я был врачом. Она говорила, сынок, у тебя особые чувства, у тебя особая энергия в руках. И, конечно, в том возрасте кого это волновало, но это было направление. Я вернулся на учебу, чтобы стать врачом, и однажды на уроке в медучилище, профессор встал и заявил, студенты, я хочу, чтобы вы все знали и слышали, что никогда не было и не будет лекарства от рака, артрита, волчанки или любого другого дегенеративного заболевания. Я поднял руку и сказал, сэр, я спросил, могу ли я прокомментировать? Он сказал, да, Кэрри, комментируй. И я сказал, что вы абсолютно лжец. Я сказал, что каждая болезнь на этой планете может быть вылечена и может быть исцелена. Чего он не знал в то время, что моя первая жена прошла через рак щитовидной железы с нашим ребенком, и я вылечил ее голоданиями-травами. И они хотели прервать беременность, удалить щитовидку, а потом облучить ее радиацией. И мы сделали все это голоданиями-травами в то время. Так что я реально знал, что говорю. И он сказал мне, сись и заткнуться. Вау. Мы были в театральной аудитории, где было 72 студента-медика, и я встал лицом к студентам и возразил, слушайте, не позволяйте этому профессору лгать вам и убеждать вас в том, что реально, каждая болезнь может быть исцелена, и каждая болезнь может быть предотвращена. Возможно, не по системе, которую он учит, но Бог дал нам систему, которая может работать. И я исцелил свое собственное тело, и я исцелил свою жену от рака. Он был вне себя. Он накричал на меня, сказал, сел, заткнулся. Я сказал, что можете засунуть свою медицинскую школу туда, где даже солнце не светит. И ушел из медучилища. И решил пойти в натуропатию и стать натуропатом. Так что это был путь, в котором позже я открыл свою первую клинику в Мексике, где я вел исследования, лечил людей и занимался бизнесом в течение 8 лет.